Друзья, приветствую всех! Сегодня будет не просто мотивация с моего автопарка, сегодня будет финансовая грамотность. Вот такие вот тачки вам нахрен не нужны. Нахрен вам не нужны такие тачки, если вы не миллионер. Сначала обзаведитесь капиталом, а не тратьте первую уже заработанную двадцатку на вот эту вот херню. Сначала я обзавелся капиталом. Моя первая машина Мазерати, я ее купил новенькую из салона, первая моя тачка. И ребята удивляются, что у него первая машина Мазерати. Да, моя первая машина Мазерати, потому что сначала я создавал капитал. Я не тратил деньги на пассивы, которые будут высасывать деньги с моего кармана. Потому что многие молодые ребята сразу же, все, нужно тачку, нужно тачку. Тачка это голимый пассив. И моя первая, первая крупная покупка это квартира. Я обзавелся недвижимостью. Моя первая крупная покупка это квартира. Я даже не мог себе позволить макбук. Я не позволял себе макбук. Я собирал на квартиру. Макбук стоил 2,5 тысячи долларов. Я не позволял себе макбук. Я сидел, ребята, на съемной квартире с советским ремонтом, с ободранными обоями. Работал на стареньком Айсере. И зарабатывал на свою однушечку, на свою квартиру в столице. И после того, как я приобрел квартиру за 33 тысячи долларов, я смог себе позволить макбук, макбук для работы. Потому что я уже не мог работать на старом компе. Он ужасно лагал, я уже просто не мог монтировать. Но я собирал, я собирал. И обзавелся капиталом. Я купил свою первую однушку. А машины у меня уже появились, уже когда я стал миллионером. Вот это все, ребята, это шаблоны общества. Тачка, пацан. Пацан, тачка. Пацан должен иметь тачку. Это конченые шаблоны общества. Вы добьетесь успеха. Если вам будет наплевать на шаблоны общества. Мне было наплевать. Я сижу на съемной хате. Я работаю в интернете. Мне не нужна тачка. Мне не нужна тачка, чтобы быть крутым. Я уже купил машины себе, когда они мне реально были нужны. Когда у меня было реально уже много дел. И мне нужно было мотаться по Киеву. Я наплевал на шаблоны. Потому что мне говорили. Какой ты нахрен миллионер? Какой ты миллионер, если у тебя даже нет машины? Вот так мыслят люди. И знаете, это как бы нормально. Так устроен мир. Нам вечно нужно что-то показывать. Нужно доказывать. Пришел бы я к тому, к чему пришел сейчас. Если бы я на каждую заработанную 20 долларов покупал бы себе тачки. И переезжал бы каждый раз в крутые квартиры. Нет. Сначала я обзавелся капиталом. Я, ребята, потерпел. Потерпел. Создал капитал. И теперь могу себе позволить покупать вот такие вот тачки. Новенькие салона. Чтобы вы понимали, я вот эту вот тачку купил за минут 10. Какие за 10? За 5 минут. Я зашел. Она там одна такая стояла. Я говорю, вот все, давайте мне это. Все. Как в супермаркет за хлебом. Эта тачка мне сразу же приглянулась. Я говорю, все, давайте оформлять документы на первый взнос. И на следующий день я оплатил первый взнос. Я подождал. Я подождал. Я создал капитал. А проблема нашего общества, что люди не хотят ждать. И какая сейчас идет реклама? Кредиты. Возьми кредиты. Живи взаймы. Зачем ждать? Ты можешь уже сейчас жить охрененно. Купи себе машину. Возьми кредит. Возьми кредит. Живи так. Живи так. И вот эта вот реклама вся с кредитами. Да, ты будешь жить как король. Да не будешь ты ни хрена жить как король. Ты будешь жить как бомж. Ты будешь жить в крысиных бегах. Ты вечно будешь жить от кредита до кредита. От зарплаты до зарплаты. Это все, ребята, фейковая свобода. Лучше потерпеть 5 лет создать свое дело, чем 50 лет ходить на работу и быть вот в этих крысиных бегах. И вот такой вот парадокс получается, да? Люди говорят, 5 лет это долго. Да ну, чувак, это долго. Инвестиции это долго. Создавать капитал это, блин, долго. Чувак, откладывай по одному доллару. Что по одному доллару? Это копейки, блин. Я так никогда не стану миллионером. Это долго. А 50 лет ходить на работу, это не долго нахрен. А жить всю жизнь взаймы, брать кредиты, всю жизнь. Это недолго. Сколько годовых? 10% инвестиций, 10% годовых? Да ну нахрен. Иди кредит возьми. Вот так и живем. Короче, ребята, что вам нужно сделать? Избавиться нахрен от этих навязанных страхов, от этих навязанных мнений. Вам нужно очистить свой разум. Как я это сделал? Мне повезло, что я жил один. Я жил один, потому что если вы будете жить в этой вот токсичной среде, вы ни хрена не избавитесь. Как ни крути. Это будет очень тяжело. Избавьтесь от такой среды, избавьтесь от таких людей, которые говорят, это невозможно, это невозможно. Мне помогли книги. Я жил один, я читал книги, и я очистил свой разум. Я вот эту вот всю херню, которая была навязана с детства, просто нахрен взял, выбросил со своей башки. И когда вы очистите свой разум, вы будете открыты, открыты ко всему. Я был всегда открытым, и сейчас я открыт ко всему. Я все пробовал. Давай я это попробую, давай я это попробую. Вот есть техника. В альбоме нарисуй свою мечту, и она сбудется. И разум тебе скажет, ты что, дурак? Это что за херня? А я такой, а почему бы нет? А почему бы не попробовать? Это весело, это интересно. Секретная техника, которая сделает из вас миллионера. Почему бы нет? Давай попробую. Семинар. Почему бы нет? Давай скажу на семинар. Книги, которые сделают из вас миллионера. Давай буду я читать эти книги. Визуализация, что это такое. Давай буду визуализировать. Я начал закачивать в свой мозг, в свой чистый мозг, новую информацию. И вот это все привело меня к тому, что я имею сейчас. И всегда, ребята, живите душой. Именно душой. Потому что душа вас приведет к успеху. Не сердце. Сердце – это глаза. Сердце вот смотрит. Вот, хочу это, хочу это, хочу это. Понимаете? Разум – это вообще полная хрень. Никогда не живите разумом. Разум вам пригодится, если вам нужно решить какую-то задачку. Или, не знаю, посчитать что-то. Вот тогда я использую свой разум. Но я живу душой. Разум, понимаете, это логика. Разум все пытается посчитать. Разум такой, прикинул так, у тебя нет денег, у тебя нет связей. Все, успеха добиться невозможно. Все, вот тебе что скажет разум. Короче, ребята, начинайте создавать капитал. Путь к миллиону долларов начинается с одного доллара. Развивайтесь и топите. И не парьтесь, каким образом вы этого добьетесь. Нет, потому что разум будет думать. Разум берет вот то, что у вас есть сейчас. А у вас, например, ничего нет. И разум говорит, все, ничего невозможно. Разум не знает, разум не может предположить, что вам встретится на пути. Разум этого не знает. Поэтому делайте свое, топите. И все у вас получится. Всех обнял. Люблю, целую. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok